Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. За Оскаром в этом году будет следить чрезвычайно любопытно, ведь среди номинантов, сплошные тяжеловесы. Кто победит? Дерзкая сатира на тему Холокоста, военная драма в духе компьютерной стрелялки, анархистский выплеск или роман о разводе в жанре театральной пьесы. Инфобум делает свой прогноз на то, кому в итоге достанутся статуэтки в главных номинациях. Лучший фильм, 1917, Сэм Мендес. Этот фильм снят как будто по оскаровской методичке. Два человека в кадре, война вокруг и только миссия впереди, которая рискует стать невыполнимой. Рядовые здесь спасают самих себя, а заодно и планету от глобальной катастрофы. Красота оборачивается ужасом и насилием по-американски с гуманистическим привкусом в конце. Академики просто не смогут обойти такое кино, оно снималось для того, чтобы войти в историю. А Сэм Мендес это определенно заслужил. Оскар за лучшую режиссера у него уже есть, поэтому впереди главная награда. Лучший актер, Хоакин Феникс, Джокер. Можно сколько угодно спорить о достоинствах и недостатках самого неоднозначного фильма года Джокер, но бенефис Хоакина Феникса определенно состоялся. Даже фанаты хита Лиджера вынуждены были отступить в дискуссиях. А сам актер уже стал заложником своего бунтарского образа. В начале января его постигла участь московских несогласных. За участие в митинге против изменений климата в Вашингтоне актера арестовали, но вскоре отпустили. Будем ждать одиночного пикета во время церемонии. От его улыбки точно станет всем светлей. Лучшая актриса — Рене Зилвегер, Джуди. Она его заслужила. За роль второго плана Оскара у Рене Зилвегера уже в кармане. Холодная гора, пора принимать награды посущественнее. Тем более, что здесь опять же академики просто не смогут отвернуться, ведь она беспроигрышно выступает в образе легенды золотого века Голливуда Джуди Гарланд. Если все-таки прогноз сбудется, то Рене сможет обогнать свою героиню, ведь у Гарланд в активе только золотые глобусы. Лучший актер второго плана — Бред Питт, однажды в Голливуде. Вы не поверите, но у Бреда Питта до сих пор нет ни одного актерского Оскара. В 2014 году он получил награду как один из продюсеров фильма «12 лет рабства Стива Маккуина». Время пришло. Эпохальная картина Квентина Тарантино, снятая четверть века спустя после легендарного криминального чтива, сотворила из 56-летнего актера секс-символа, телом которого восхищаются даже молодые. Сомнений нет еще и потому, что однажды в Голливуде — крутой омаж самому кинематографу, а Бред Питт, его парадная сторона и символ уже десятки лет. Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, брачная история. Для звезды сериала «Большая маленькая лошадь» опять же будет первый Оскар в карьере и тоже заслуженный. Получит она его за гениальное исполнение роли отчаянного адвоката в брачной истории Баумбуха. Кстати, адвокат и ее судьба. Она уже великолепно сыграла юриста в фильме «Несколько женщин», например. В какой-то момент карты просто обязаны были сложиться в пользу одного из этих талантливых исполнений. Это как раз тот случай. Лучшая режиссерская работа — Мартин Скорсезе «Верландец». Мартин Скорсезе ярко и доходчиво всем доказал, что старикам здесь самое место. Самый олдскульный проект из всех смотрится дико современно и актуально на фоне остальных фигурантов списка. Скорсезе удалось оживить гангстерские образы Роберта Де Нейро, Джо Пеша и Аль Пачино и вписать их в новую историю кинематографа, а именно — дать им новую диджитал-жизнь на платформе Нетфликс. И грим здесь ни при чем, просто ирландец — это ювелирно сделанный киношедевр, которых уже не делают. С такой любовью к кинематографу давно в наши дни не подходили. Поэтому три с половиной часа все смотрит как миленькая, некоторые даже не отвлекаясь на чай и туалет. Лучший оригинальный сценарий — на обаумбах, брачная история. Камерная драма про эмоциональный бракоразводный процесс, снятый тоже для Нетфликс побила все рекорды новой искренности. Театральная по своему характеру история, как снежный ком, набирает обороты с каждой минутой экранного времени благодаря невероятному тандему с Карлетт Йоханссон и Адама Драйвера, от которого искры летят из глаз. За этой пьесой для неравнодушных остается наблюдать, открыв рот, и учиться понемногу чему-то, либо спекулировать, либо кричать, либо страдать. Хорошее дело браком не назовут, а кино все-таки получилось. Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити, Кролик Джоджо. Самый свободный и смелый фильм про Холокост мы уже получили, это Кролик Джоджо от модного режиссера Тайки Вайтити. В России его не покажут не только из-за Минкульта, а потому что к такой степени раскрепощенности. Похоже, у нас еще не готовы ментально даже рядовые зрители. На табуированную ранее тему заговорили в жанре красочного ироничного комикса в стилистике Уэса Андерсона. Прыгающий и веселый Гитлер, напоминающий разудалого Рональда Макдональда, выступает здесь психотерапевтом, который вот так радикально помогает избавиться от травм прошлого. При этом все атрибуты нацистской власти, от гестапо до офицеров, придаются в фильме тотальной деконструкции и юморам. Получилось что-то в стиле той самой запретной смерти Сталина, только мощнее и сочнее, только уже про другую диктатуру. Лучший иностранный фильм, Паразиты, Пон Джун Хо, Южная Корея. Триумфатор Каннского фестиваля уже стал заочным победителем в этой номинации. Паразиты, главная киносенсация прошлого года. Картина сразу же понравилась без исключения всем, потому и получила свою вполне очевидную золотую пальму. Титулованный корейский режиссер Па Джун Хо, который уже успел поработать для Netflix, Акча, на этот раз снял безбашенную социальную комедию на вечную тему неравенства. При этом обошлось без нравоучений, здесь не рассказывается, кто прав, кто виноват, события просто развиваются бешеным темпом, не оставляя шансов зрителю на передышку. Это бодрая и очень смешная сатира с почти цирковыми номерами, которая как будто снята Тарантино, Звегинцевым и Ханике одновременно. Настолько здесь срослось социальное и комичное, трагичное и комичное, глобальное и бытовое. Потому Паразиты — безоговорочный зрительский хит. Ну а каковы ваши предположения? Обязательно напишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин